Сегодня мы начинаем наши живые кастинги О, я, кстати, вас узнала по фотографии Вы активный наш комментатор Давайте, Аоли, всю правду, вот только правду Бизнес-шоу, как, чем, зачем? Вы любите, когда вас порят женщины Я вижу вашу фотографию Леопардовые колготки, пожалуйста Зацените, супертренд Вы очень любите себя Вам будет очень сложно со мной работать Можете меня потрогать Да, я с удовольствием Ну, его реально, как бы, ну, хотелось бы полечить Интересная тема, присоединяйся Да-да-да, я ее... Мне она очень понравилась Мне тоже Куда тебе трансформатор? Все, ухожу Ребята, все, кладем телефоны, все Ермилов на головах женщин, посмотри Это героиня... Ты представляешь? Это... Это... Я хочу быть в этом проекте Мы посмотрели ваши фотографии, мы готовы Я наслаждаюсь Мы раздеваемся Съемах Нюм Это мое, скажем так, будуар, это мое хобби больше А работа что? А вот сейчас деловой портрет Ну, нам подходит, Елена Батьковна, нам давно нужны были бизнес-портреты Так, смотри, у нас тут три вида Стрит-фото, студийный портрет и будуарная фотосъемка На сайте я имею в виду Вы коммерческий фотограф или вы снимаете больше друзей для себя? Нет, я коммерческий и профессиональный фотограф Сколько лет вы занимаетесь? Более десяти лет В бизнес-шоу как? Чем? Зачем? Ну, во-первых, это вызов себе Это выход из зоны комфорта Что-то всем комфортно жить стало, мне кажется Я зависла и не знаю, что делать В чем зависли? В чем проблема? В своем финансовом результате В каких-то, наверное, своих, ну не то что возможностях Возможности, как говорится, наши безграничные Но толчок нужен Ищу толчок Поэтому иду к вам на марафон Тридцать дней Будем толкаться Отлично Ну, мне кажется, я могу быть полезна И героям И сама программа может быть полезна мне Очень И ведущим программам Ленщик даже губки накрасил По этому поводу Потому что у вас красивые фотографии, мне нравятся Вы сейчас говорите, что вы переходите на бизнес-портреты Вам нравится это направление? Потому что это люди успешные Они всегда интересны, им есть что рассказать Кстати, я у вас сейчас узнал новый метод И он мне очень понравился Метод продажи услуг фотографа То есть вы берете успешного клиента Делаете ему фотосессию И, естественно, представляешь за это время Как ему можно себя продать Очень круто Ну нет, уже же он получает сейчас бесплатную фотосессию Ну он получил одну фотосессию А ему же потом еще Возвращаются Да Он же теперь в клиентскую базу попадает Тебе уже с ним коммуницировать без проблем Потом человеку нужно дальше для сайта Для публикации Это вообще бесконечная тема Бесконечная Публикации в соцсетях Как минимум 4 раза в год ее нужно обновлять Какое количество клиентов таким образом у вас оставалось? После Процентов 80 возвращается Ну это хорошая конверсия Я бы, кстати, наверное, первый человек по внешности Которому бы я с бодуарной съемкой бы Да, вот как-то Довиделась Да Потому что, конечно, когда на меня смотрит Сергей Иванов И говорит, Олечка, конечно, снимайся к чертовой матерью Вот, конечно, Иванов, я тебя люблю Училась у него на нет Так, хорошо, значит, вы хотите у нас себя проявить Получить новых клиентов Получить пиар И чем-то интересным поучаствовать Получить толчок Мне очень хотелось в качестве героя Я вот самую первую смотрю И я реально зависаю И я нахожу ответ Я хочу быть героем Но я не готова слушать критику В свой адрес, вот то, что пишут герои Отлично, это так вот супер просто А вот и поэтому Все-таки мне Лучше быть за кадром Комфортнее Но быть полезной Аня, сколько вам лет? Мне 39 Замужем, сын 13 лет Спасибо Аня, у вас в деловом портрете очень много звезд Вы достигли уже какого-то успеха как фотограф в Украине? Скажем так, я получаю отклик, что да, я имею какой-то вес Ну, наверное, не в Украине, а в Киеве, вот, все-таки возьмем В этой сфере именно делового Но сказать, что я это чувствую Я достигла Да нет, я так не могу сказать Сколько стоит ваш темночный день? Час 100 долларов Нормально Достаточно дорогой, хороший фотограф Аня, вы когда работаете как фотограф Вы видите как-то людей по-своему? Умеете как-то открывать человека с другой стороны? Ну, потому что бывают разные клиенты Бывают приходят и говорят, я хочу вот, чтобы было так А бывает очень прикольно, когда фотограф может для самого человека сделать открытие Увидев его как-то иначе По отзывам, да, я могу открыть что-то в человеке, достать душу Но я не скажу, что я ставлю это в приоритет А что вы ставите в приоритет? Ну, во-первых, иногда, когда клиент приходит, он четко ставит задание Зачем ему это для работы? Ну, если он бизнес, если ему надо для лендинга фото Ну, и он не намерен Ну, ему не нужна там душа Ему нужно, чтобы он звезда блистал Ясно У вас есть вопросы? Нет У меня тоже нет Аня, спасибо большое, что пришли Однозначно поработаем Мы вам... Подберем вам проект Да, подберем вам проект подходящий Интересно Для того, чтобы вас раскрыть Спасибо Да Алена говорит мне под столом Я так это знаю... Оставь ее нам Я так вас смотрю Ты очень красивая работа Мы готова поработать с вами Как раз вы увидите... Я вообще дерево на фотографии Так что вам будет очень сложно со мной работать Да, я с удовольствием Обед Съемка Мне начинает нравиться Аня, спасибо большое Ну, мне очень понравилась Анна Ну, твердый профессионал Классный фотограф А что тут говорить? Знаешь, я иногда смотрю На чужие видео На количество комментариев И на такие бусорные комментарии И я завидую количеству Но думаю Блин, вот у нас все комментарии Очень классные Значит, нас смотрят классные люди К нам, когда приходят Вот я сегодня смотрю На количество людей Которые приходят И думаю, ну его нафиг Может, не нужны эти миллионы Пусть, может быть, лучше смотрят тысячи Но вот таких людей Да, да Чем вот эти говнюки Которые пишут Эти дебильные комментарии Блэ 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 Вообще, такое ощущение Будто бы им ютуб что-то должен Люди, которые снимают Что-то должны И они такие сидят Ну, бля, давай Вократи Чего ты туда? Ты что-то вообще шаришь? девочка, ты кто, ты соска, а, ты насосала, ты, ты, блядь, голимая, ты, хорошо, что я не на телеке, да, можно ругаться, и когда смотрю на этих людей, приходит дорогой, хороший, качественный фотограф, а немножечко видно, что им реально нужен толчок, вот я на всех смотрю, и мне иногда кажется, что Лена раздает им там этот сценарий, выйти из зоны комфорта, те, да, они, да, все, все, как один, и я думаю, ну, значит, мать ваша, значит, у нас получается их листать так, чтобы... Нет, потому что они идут к тебе за этим, то есть, ну, я тебе серьезно говорю, вот все люди, которые были сейчас, вот они просто, они даже не идут там себя показать или что-то, они идут вот за этой энергией, за этим толчком, я тебе серьезно говорю. Не зря фотосессия с кнутом была. А я думаю, может быть, шоу назвать толчок? На толчке с Ермиловой, второй сезон, на толчке. Нет, классно. Давай следующий. Меня зовут Валерий, я работаю руководителем группы в одной из туристических компаний, в сфере издательства. Я считаю, что я смогу помочь одному из участников, потому что смотрю видео Ермиловой, вижу, что это одна из главных проблем начинающих бизнесменов, что как нанять сотрудника, как его мотивировать, какими государственной институцией, дать. Осетченко? Да. А вы, тут написано, город Чернигов? Да. Вы приехали? Ну, конечно, я не мог упустить такой возможности увидеть вживую, что-то тут идет онлайн. Они приехали только смотреть на тебя вживую. Да, вживую, посмотрите. А что она сейчас строгает? А что она сейчас строгает? А ты не потрогает? Сергей, пожалуйста. Серьезно. Давайте вы нам расскажете пока, я уже вижу, чем вы занимаетесь. Я вижу фотографию Пушки и вас рядом с Пушкой. Вот. Больше покажите. О, я, кстати, вас узнала по фотографии. Вы активный наш комментатор. Да, в последнее время, да. Вот, видите, я вас уже начала узнавать. Вот, это брендинг называется. Вот, вот сила личного бренда. Да, одна фотография. Хотите, чтобы я милого обратила на вас внимание. Одна фотография везде. Вот, это очень правильно. Хороший синий цвет, правильный. Да. Так, давайте вы нам расскажете, чем вы занимаетесь. Я работаю по найму, ну, в одной из украинских компаний в сфере издательства, руководителем группы продавцов. Угу. Отдел продаж. Да. В издательстве? В издательстве, да. А что продаете? Какой ваш продукт? Это журналы специализированные для различных специалистов, бухгалтеров, кадровиков. А вы продаете что, подписку на журналы? Да, да. Ну, мы сами издаем. Угу. Компанию не хочу называть. Ну, не надо. А подписку на журналы? Ну, мы эти журналы издаем специализированные для бухгалтеров, для кадровиков. Ага, все, я понял. Узко специализированные. Да, магазины не продаются, да. А писать текст умеете? Учусь. по комментариям можно видеть смотрите вы продали подписку на журнал и чьи допустим какой-то организации а потом 10 лет журнал выписывает в 10 лет получаете процент с этого у нас компания большая главный офис киеве мы один продаж чтобы по работе снова клиентов черникове находимся я работал мой отдел работы с новыми клиентами подписывать то есть потом даже другому продавцу переводите в других городах есть уже как называемые фермеры которых ведут а переподписывают а вы не фермер вы как этот охотник hunter фейсбуке там и там моя группа называется hunter за эти вы работаете наемным сотрудником зачем-то смотрите шоу зачем она вам потому что хочу развиваться потому что тоже нет так хочется расти и вот сегодня слушая ехал чернигов слушать это ваше видео про брендинг в этом говорили что когда вы работали по найму в этом что предлагаете вам говорят подожди подожди вот я столкнулся тоже такой ситуации я предлагаю мне говорят это не твоя зона ответственности подожди туда-сюда а мне это нравится я там везде где могу читаю узнаю что-то новое систематизируйся в голове и выдаю там готовое решение надеюсь что как раз записался на 30 дней сермила вы тоже сюжет сказать я же написал что вот это я просто деньги же и платил молодец молодец чем вы можете быть полезным 8 штаза с управлением что я смотрел зажигалка вижу что вопросы часто задают начинающие предприниматели это как-то не от сотрудника потом что с ним делать как ему расписать эти доженство инструкцию какому зарплату насчитать даже вас книги было сказано что вы платили человеку 3000 долларов не понимаю вообще она зарабатывать деньги или нет поэтому я могу например там уже мы с участниками сам здесь позвонишь понимать всегда горячие заявки да то мы с человеку там даем ставку там какой-то кипя и вы руководитель отдела или на у вас сколько сотрудников 10 серьезно 10 но я участвую везде директор уезжают я всеми заведуем провожу и тренинги и собрания и коллектив ну да то что вы выросли как в компании с кого вы были продажником я прошел да я пришел у них продавцом и выросли да ну просто как раз они открыли новый отдел я туда пришел и соответственно попал в нужную строю но до этого уже у меня были там опыты и знание главное желание сколько вам лет 38 я честно как 38 может моим возрастом и движетами директорами это я как-то вот жил знаете ну можно сказать честно так найти просто жил вот именно стал задумываться о том какие-то цели какие-то планах на жизнь достал свою запись которая сделал после армии 16 лет назад чего я хотел и так она лежит там благополучно блокноте и тому типа фейсбука посмотреть и как раз там в одного из там хорошего тренера записался на марафон по целедостижению и вы что говорите что наш все но в голове поменял что в голове и эти все события и даже тут так что я здесь это тоже очереда этих вы случайных не случайностей то есть случайного ничего не было не бывает поэтому так она связалась там написал пост выиграл книгу помыть электронную свадебный гуру потом туда-сюда 1 1 1 и тут появилась возможность участвовать в этом бизнес-шоу как учат как одном из участников в одного из героя и я когда правил анкету я даже не допускал все мышцы чтобы не пригласить мы не допускали даже к этому к этому же а вы прочитали книгу свадебный гуру честно 3 почитал вам интересно или нет да интересно просто потом пришла новая книга купил зажигалку я вам хочу сказать несколько вещей во первых конечно меня страшно приятно что вы читаете смотрите меня во вторых вы большой молодец что вы проснулись что вы проснулись потому что большинство людей не просыпаются совершенно они не вспоминают чего они хотят это что это случилось вообще то что это случилось это прекрасно нету понятия возраста когда это должно случиться с большинством людей к сожалению это не случается и поэтому вы большой молодец у вас однозначно будут прорывы потому что вы сейчас всячески к ним стремитесь это видно и отдельная моя благодарность за ваши комментарии я действительно вас заметила в очень активный и мне нравится что вы анализируете себя мне понравилось что вы поняли почему не понравились комментарии саши почему увидели ошибку мужскую которую допускают мужчины в отношениях поэтому вы уже однозначно молодец уже мой герой да 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 вот мне нравится то что вы пришли в компанию то что вы растете то что вы хотите чего-то дальше что вы вам не нравится что не дают возможности да ну казалось бы уже вырос пришел был продавцом стал руководителем отдела все уже жизнь состоялась но вы молодец что вы хотите дальше то есть вот это ваша инициатива она очень классно однозначно никогда не останавливайтесь и пробивайте 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 потому что у вас есть этот характер сто процентов есть он на лицо что касается нашего проекта я думаю что это очень неплохой навык да вот вы очень непонятно изъяснили в чем может быть ваша польза и он однозначно кому-то пригодится поэтому мы будем сейчас когда будем работать с нашими новыми участниками смотреть над тем может быть и не только с новыми мы будем смотреть что у нас еще продолжают участие ребята кому нужен ваш навык и для кого он оптимально подойдет мы обязательно вас внедрим в команду я думаю что увидимся с вами и сможете проявиться как следует по полной программе вот у вас есть какие-то вопросы нет у нас нет слов ну скажи пару слов не ну слушай новую приятно очень что человек стремится развиваться идет вперед читает даже не свою литературу как бы его профильного да то есть наш канал лучший в мире зрители я сегодня в этом убеждаюсь вообще просто я сегодня на работе взял день я никому не говорю куда поехал но когда вчера я у директора отпрашивался у меня светились глаза куда ты шо а мои девчонки ты шо женишься едешь спасибо вам огромное вы большой молодец вы приехали у нас кстати люди из других городов онлайн проходили собеседование некоторые даже из киева говорили не можем найти время давайте онлайн вы молодец вас однозначно это приведет если бы мне сказали год назад даже полгода назад что я увижу вас живу я бы не поверил бы как по какой причине а тут получается не просто увидел а еще и востребован всегда тот кто ищет желает он всегда находит и достигает поэтому не останавливайтесь я думаю что мы обязательно найдем вам применение я просто в шоке что ты делаешь с людьми у меня один вопрос представляешь да как она на них воздействует из чернигова человек приехал на собеседование приятно вообще страшно вообще вот это вот когда смотришь каждый раз испытываешь некую неловкость даже от того что от того что даже но это круто а во первых очень приятно что практически все читали мою книгу заметьте они все смотрят на шишу вот ну это отдельный момент вот мне нравится что наши люди просыпаются пробуждаются и мне одна из задач вообще моя личная мой личный план в жизни это все-таки пробудить как можно большее количество людей и конечно мне очень приятно вот иногда посидишь думаешь были подписчики мало идут там это тяжело столько сил столько всего зачем все это надо да ну там какие-то мысли ну возникают же да как 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 это все непросто и и кому неужели это никому не надо когда смотришь им в глаза когда видишь все-таки какое количество людей и люди же реально начинают хотеть я же обещала заставить захотеть и люди начинают хотеть это все разные возраст занятия род деятельность все такие классные мне очень нравится что это это зрелое знаешь и и заметьте в некоторым даже неудобно что как бы вот только после 30 но видишь вот этот все таки момент 30 очень для многих лет 40 ориентир да да то есть взрослая хорошая аудитория молодцы ну то есть мне для меня это лично такое знаешь как бензин мой наполняет мои личные баки потому что я понимаю что это ну реально ну мы нужное дело дело это мы видим какой-то процент людей скольких людей мы не видим я думал сегодня после съемок ну целый день мы уставшие будем мне кажется мы наоборот зарядимся наполняешься я думаю и как как приятно приятно круто мне нравится что люди приезжают другим городом да можно нам девушку как-то какой-нибудь мужской отдельно слушай ну круто заметь на заметь как-то все меняется до мужчин становится гораздо больше раньше меня смотрели девочки вы девочки девочки вы сделали огромное дело очень много девочек мальчику мне рассказать о том что смотрела она его присадила и в итоге он стал меняться это очень круто и конечно благодаря вам сергей вот теперь мальчиком не стыдно смотреть наши шоу да там тоже есть мальчик да я не на Ермилову смотрю нет да там же Сергей такой умный мужчина сюда приходят староды не надо говорить тебе не обязательно признаются в любви все тебе да хоть бы одна сказала Сергей я так мечтала вас увидеть очень позитивная очень классно очень приятные люди прямо чувствуется энергетика очень классно словами писать я просто просто счастье что я здесь побывал уже на кастинге пообщался с такими людьми это уже меня зарядила на новое совершенно поэтому всем ребятам остальным кто еще сомневается однозначно пишите анкеты и приезжайте сюда вы загадитесь позитивно в фильме следующий пожалуйста привет меня зовут Яна Мишук мне интересно поучаствовать в проекте зажигалка в качестве стилиста потому что все мы знаем что внешний вид человека он решает на 80 процентов то какое сложится впечатление о человеке у окружающих и важно чтобы это внешнее впечатление рассказывала именно то каким человек является это мне кажется правильно и стильно одеваться это залог успеха в любом деле здравствуйте что-то мне ваше лицо знакомое ваш помощник тоже мне сказал но я у вас в офисе впервые она похожа на солистку похожа на солистку группы в которой я пела на Яну только там была блондинка вот так я на сколько вам лет уже думала вам на десяток меньше нет да я рассматривала сейчас Саша Сагаран прикольненько хорошо одета да маленькая только а тут не маленькая где находится этот гормон молодость расскажите-ка нам дети есть двоем так так Яна значит рассказывайте нам чем занимаетесь я занимаюсь стилем потому что ну как бы все знают что стиль решает все внешний вид приходит кто-то к вам и вы его оцениваете первое время почем только по внешнему виду его там заходит кто-то еще не успел рот открыть а одежда уже рассказала все про него и вы уже в принципе у себя в голове составили картину даже мотина все бабло тратит на шмотки и все подделка кто-то недавно написали покупает самые последние дорогие самые дорогие коллекции Вы пришли Оли в магазине Спасибо подруга Ну да она видела проблему явно Оле когда-то в инстаграме был пост она еще когда-то упомянула или это в сториз было или пост она упомянула что у нее она со стилистом никаким не дружит но если бы она нашла кого-то хорошего и подружилась то она с удовольствием его запустила бы в свою гардеробную Вот пока запустила только Петреску Вы называете себя гардеробная фея да или где это или нет это наверное не я указывала Ну честно анкета заполнялась Бросаю вызов моментоном на эти тренд Да это в инстаграме да написано Нет где ты такой гардеробная фея это может кто-то другой был У нас несколько Я поняла что с моим стилем все сильно плохо потому что все девочки которые занимаются стайлом понимаешь что бросились к нам Нет там может быть наоборот вы понимаете подобное притягивает подобное Позитивные люди притягивают позитивных Красиво выглядящие притягивают красиво выглядящих То есть вы решили все же таки мыслящие притягивают позитивно мыслящих Мне начинает нравиться Нет мы же не ходим к людям которые нам не нравятся Яна вы давно нас смотрите Я вас не смотрю Она вообще смотрит меня За вами смотрю давно в инстаграме Первые выпуски зажигалки смотрела Но смотрела потом не все Потом были много переездов, разъездов Последние смотрела Если устроите экзамен, потом что там было в каких выпусках Я не расскажу Я не буду вам такие пытки делать Но ориентируясь в том, что Вы хотите сделать Какую миссию вы в этом несете Я представляю, и мне это очень резонирует С моей миссией, которую я бы хотела Ян, как давно вы занимаетесь Как это правильно называть? Ну вот стилем Не так давно, наверное полгода Как вы к этому пришли? Как вы к этому докатилась? Я очень долго была дома с детьми У меня это все копилось Мне как бы не хватало Какой-то реализации вовне Кроме того, что я мама и жена Мне очень хотелось чего-то Но хотелось этого всего творческого А как-то так получилось, что образование мое Чуть-чуть меня увело не туда Я занималась не тем И потом, когда это накопилось И достигло какой-то такой максимальной точки Я пошла на курсы на одни, на вторые И поняла, что мне вот просто это доставляет удовольствие Этим я хочу заниматься Не ради даже как бы заработка денег Мне это просто доставляет удовольствие И мне хочется По закону бумеранга Подарить как можно больше всего хорошего Чтобы это хорошее вернулось А вам удается зарабатывать уже этим? Или пока нет? Зарабатывать удается Но пока мои вложения в мое развитие в этом направлении Они превышают мои затраты И кроме этого я еще записываю курс И на это тратится гораздо больше, чем я пока зарабатываю То есть вы персональный, вы шоппер Занимаетесь разбором гардероба Ходите с девушками в магазинах Правильно? Да, да Но еще хочу запустить видео уроки Курс в интернете Чтобы не ограничиваться только городом Киевом Чтобы могли все где угодно искать Продавать вебинары Продавать вебинары Продавать вебинары Такая продвинутая С тобой же ничего не скажешь Так, у меня Окей, какие вы магазины любите? Вообще По чем вы специализируетесь? В каком направлении? Ну, понимаете По работе пока Все клиенты Они же предпочитают разные ценовые сегменты Вот смотря какой у меня запрос Такие магазины любите Как вы вот Ну просто есть, например Кто отлично работает В лакшери сегменте Да, там позиционируется Есть кто-то, кто любит работать в экономии Есть кто-то, кто любит совмещать, миксовать Вы сами что любите? Я считаю, что надо миксовать Есть определенный пример Появляется какой-то супер тренд Вот там, например, появилось там Леопардовые колготки, пожалуйста Зацените Супер тренд И вот у каждой вещи Она должна себя по цене как бы отрабатывать Вот, например, вы купили туфли Валентина Вы знаете, что вы их Это классика База Вы будете носить и год, и два, и три А если вы купите, например, Валентина Или там, в Шанель Такие прозрачные туфли Они будут модны всего один сезон Скорее всего весной Вы будете выглядеть уже как прошлогодний снег И смысла покупать такую вещь Которая сыграет всего пару выходов В дорогом сегменте, в люксе Ее не имеет смысла Потому что это себестоимость одного выхода В свет, да И фотографии А кто покупает вот эти вещи? Как вы думаете? Почему люди их покупают все-таки? Там прозрачные сумку, кулечек, мешочек В Шанель за парт-тофель? Есть люди, которые, они шапоголики Они вот этим болеют Для них это самовыражение Для них это психотерапия определенная А вы не думаете, что для них это просто возможность Как это сказать? Ну, психотерапия, потому что они с ума сходят от безделия Ну, есть еще другие моменты Вот смотрите, вы, например Интересная тема, присоединяйся Да-да-да, я женщина У нее муж занимает очень высокую должность Ее приглашают Она, например, дома там с детьми У нее ребенок маленький Она, в принципе, обходится вещами из Зары И Адидаса ходит гулять с коляской Ее приглашают на корпоратив мужа Она не может пойти, если он большую должность занимает Она не может пойти с сумочкой из Зары Ей надо пойти с сумочкой определенного бренда Сумочка Шанель, это понятно Сумочка прозрачная, пакетик Шанель, например Ну, есть люди, которые не ограничены этим всем Есть шопоголики, есть кто этим просто живет И конечно, я услышала ваше мнение Хорошо, давайте такой вопрос Да, пожалуйста, Ириночка Вопрос из зала Пожалуйста Где вы обучались? Первое, это у нас есть такое агентство по обучению стилиста просто диковым Sweet Jumble называется Может быть, слышали, он входит в топ-10 стилистов Раз-привет, ты нас смотришь Мы узнаем Вот, а потом я заканчивала уже московские курсы У московского стилиста Татьяны Тимофеевой, школа шопинга Понятно, это вам дало базу всю необходимую Которую для работы уже все это Да, я продолжаю и дальше в это все углубляться Потому что, мне кажется, тут изначально учишься Ну, как в школе, да, ребят Учат сначала какие-то азы, потом углубляются Есть очень много дальше направлений Не только базовый гардероб Есть разные стили углубления, есть психология стиля То есть, что человек, в зависимости от того, что он одевает, как считывать вообще его образ Ясно по лейблам, вот Валентина написана, очень считывается Суть в очереди Нет, считывается, самое основное, это не лейбл Но мужчина, она не работает Самое основное, это крой одежды Вот можно цвет, материал, все отбросить Только крой И он, в принципе, дает 90% информации о том, что человек хочет донести Есть даже такое понятие, как коридорный тест Когда определенного человека, который в этом разбирается Сажают в коридор, его никто не знает из сотрудников И вот ему начальник, кто это все, директор, да, нанял, как вы И вот, ну, расскажите нам по внешнему виду человека Что каждый из них представляет И какие у него перспективы Что он может вообще нашей компании дать Вот корпорации, там, банк, ну, чего-нибудь И они смотрят, в зависимости от того, как человек одевается Как на нем сидит эта одежда Все, можно рассказать, в принципе, о его жизни, о его стремлениях И она страшно спросить, что вы можете рассказать обо мне? Я предполагала, что... Слушай, ну, если хочешь, могут рассказать обо мне Нет, нет уж, нет уж, а тебе что тебе сказать? Застегнута под горло на последнюю пуговицу Синий чулок Я подготовилась сегодня, ты что? Вдруг, думаю, кто-то будет, который будет меня разбирать по косточкам Давайте, Оля, всю правду, вот только правду Вы очень любите себя Вы поэтому одеваетесь очень ярко и привлекательно Вы очень гордитесь своей изумительной фигурой Поэтому все лето вы не снимали короткие шорты Вы не снимали высокие каблуки и в Сен-Лоран босоножки Подчеркивая этим свою вообще точеную фигуру, над которой, да, вы работаете Но в некоторых моментах мне чуть-чуть не хватает вам солидности Вот последняя недавно была Инстамания И там выступал Олеся Тимофеев Он крутил свой ролик И там вы давали свой отзыв Вы были в платьице плечи Я тут была Олеся Тимофеев меня рекламировал? Нет Олеся, я приду к тебе Ночью не приду, у тебя же жена, днем приду Еще, смотря на ваше выступление, вы выступали тоже платья такого же фасона Вверх приталенный, низ расширенный И вы были в черных колхотках в сеточке И платье было в сеточку с крупными горохами Давно было Давно Ну вот как-то у меня какие-то, да, тут люди Что, фотография остается? Для мероприятий такого масштаба, ну, чуть-чуть не та направленность Мне кажется, 50% мужчин, присутствующих в зале, они не могли сосредоточиться А там не было мужчин А это был женский тренинг А тогда они тоже думали Сучка, понимаете, она стоит, она Потому что они всегда так думают Может быть, вы очень ярко, вы врезаетесь в память Вы не можете, да, вот, оставлять равнодушным аудиторию Вы всегда ее целяете Это мой психолог сейчас А вы меня спросили Мне начинает нравиться Давай, продолжаем Вы меня спросили Давайте, Ян, продолжайте Я не навязывалась Вы мотивируете, вы полностью отвечаете своему названию Зажигалка, мотиватор, трансформатор, не знаю, фактически Но... Куда тебе, трансформатор? Можно я обо мне? Не, подожди, еще обо мне не закончили Я проговорю У вас очень вы цените эту женственность Но немножко... Ваша женственность, она чуть-чуть в таком ретро-стиле, можно сказать Потому что, в принципе, платье приталенное, вверх обтягивающее, юбка колокольчиком Это у нас относится к ретро-стилю Вы его вытягиваете у остроносовыми туфлями на каблуке Чуть-чуть вы его в современной Но, в принципе, сейчас таким базовым и более универсальным является полуприталенный крой Полуприлегающий Вот, например, сейчас на у вас платье, оно не облегает, оно не подчеркивает Я же не выступаю Мне сейчас не надо врезаться ни в чью память У меня леопардовые колготки, тренд! У меня без память, да? И без... Тренд! Леопард, простите, на секунду Леопард, я пересмотрела влоги подружки, о которой ты рассказала Леопард нынче в тренде Внедряйте его везде, в любом цвете Это всегда модно и актуально Сто процентов, да С вами согласна, что леопарда Вот, но, в принципе, с вашим вестилем можно было поиграться В него добавят немножко элегантности Но только такой нескучный Не бабушкин там Или там у мамы с бухгалтерией Татьяна Ивановна сидит в сером костюмчике Типа вот как бы считается, да, элегантный? Элегантность сейчас совсем другая Она более раскованная Она более яркая с экспериментами И с какими-то вкраплениями разных стилей То есть такой микс С вами будет отдельная передача Тоже стать каким-то элегантным Яна, что интересно? Во-первых, вы так мне все сказали Я, значит, сейчас занялась своим стилем Сама Несколько дней уже занимаюсь активно Два дня сториза Значит, два дня сториза Третьим Значит, что интересно? Интересно, что когда вот вы рассказали мне Я думаю, может, мне не надо заниматься Мне вот нравится то, что вы обо мне рассказали На самом деле, да На самом деле, для меня всегда Вот, когда я иду на сцену Ну, вот, особенно какие-то большие мероприятия И у меня есть вот этот наряд платьев Как вы говорите, ретро Вот они у меня отдельненько так в гардеробной висят И я так думаю, куда еще выгулить это платье? Я его так вот специально надеваю, значит Выгуливаю и убираю По поводу шорт Просто мне было в лом что-то покупать И я решила, что все лето я выхожу в одних шортах Вот, на самом деле, вы правы То есть, вы пришли в шоу Вы считаете, что герои, которые у нас в шоу участвуют То, что вы их преобразите Им поможет как-то, да, в бизнесе? Это поможет и в бизнесе И в построении каких-то человеческих отношений В личных Ну, в частности, раз мы говорим за развитие их Как предпринимателя, то в предпринимательстве однозначно То есть, вы хотите показать, как вы предпринимателям можете Улучшить его успехи Да, с помощью того, что изменить его образ И изменится его жизнь Измениться его доход, да? Да, сто процентов По-другому на него реагируют люди Которые приходят с каким-то предложением С каким-то запросом Вот, например, у вас есть женщина, которая парикмахерскую Да, да Она работает в сфере красоты и услуг Но вид ее совершенно не соответствует Может, с ней и начнем? Мне хотелось ее... Я первый раз, когда посмотрела анкеты И увидела, что есть стилисты Мне прям вот к людям очень хочется кого-то направить Мне кажется, что... Это самый запущенный случай Мне кажется, беду можно омолодеть лет на 10 Да Изменив ее гардероб, прическу Потому что она зависла вот где-то в начале 90-х Вот что тогда было актуально, она в этом зависла Конец 90-х, наверное, да Да, на самом деле сейчас очень много людей таких Мы живем, многие одеваются, как одевались их мамы И тогда это было модно Многие носят стрижку, которая им шла во время их студенческих лет И продолжают носить, хотя они уже давно там детей в школу, внуков в школу повели А фасоны, стиль, он не стоит на месте Актуальная мода даже не просто модная, а просто современная Она совершенно меняется Я думаю, что мы с вами однозначно, как минимум, с Ленкой отправимся в пару магазинов И вы нас поодеваете, и мы увидим себя, да? Да Вашими глазами Это будет интересно, я думаю, учитывая, что нас знают Да? Отлично Значит, Яна, первое, спасибо, что пришли Второе, вам 21 Вот, сойдемся на этом Третье, молодец, что пришла Еще раз, я вижу, что нету проблем особо с финансовым положением Вы прекрасно одеты, упакованы, обуты Я не пришла, не уйти Да, я это вижу, вот Но это не мешает вам зарабатывать деньги Даже если вы пришли не за этим Вот, поэтому мы вас пригласим обязательно И я думаю, что мы поможем всем, кому сможем Поможем Миссия это очень хорошая Спасибо большое, что Спасибо, вам было приятно Спасибо, вы яркая, необыкновенная Это даже как-то с Олей Я люблю ярких девушек Спасибо, Поча Подобное вытягивает Подобное Ну что, Ленечка? Ну, настал ваш звездный час Мне все нравится Все больше и больше Да, фотограф уже есть Клевый класс Стилист уже есть Я тебе говорю, нам не нужны участники Нам вообще не нужны участники Здравствуйте, меня зовут Юля Я графический дизайнер Пришла в ваше шоу, чтобы помочь Вашим участникам создать классный бренд Классный логотип Ее успешный бизнес Мне интересно, как преобразится Салон Милы Потому что это действительно интересно Как женщина создала его очень давно В 90-е годы И как вот она сейчас выйдет На новый уровень Современный И также Катя, которая шлет одежду У нее действительно опасные Милые юпочки И я бы купила себе Если бы было куда-нибудь идти У меня, конечно, сделала историю с ее мужем Но я думаю, что эта история очень близка Почти каждой женщине И я желаю ей всего самого лучшего Удачи Я надеюсь, что у нее получится Все сделать самой Показать мужу, что она классная Все может сделать сама Здравствуйте, Юля Юль, расскажите нам о себе Меня зовут Юля Я графический дизайнер Занимаюсь дизайном около 5 лет Но серьезно занимаюсь Именно последние год-два Пришла в ваше шоу Хочу помочь вашим участникам Сделать классный бренд Брендинг Продающий логотип И оформить Помочь оформить им свой бизнес Смотрю вас очень недавно Я пересмотрела почти все И мне действительно интересно Поучаствовать в вашем шоу А как вы нас начали смотреть? Мне посоветовала моя подруга Настя Приходько Она у вас раньше работала И, собственно, она мне посоветовала Я записала ваше имя Но забыла там на месяц где-то И потом случайно Очень случайно Мне было не под что работать Я открыла вас Думаю, ну там что-то говорит женщина Интересно Вот И на самом деле Через 5 минут Я даже свернула свою работу Чтобы посмотреть И кто-то говорит Такие классные вещи Вот И посмотрела почти все видео Правда, вперемешку Поэтому некоторые запутались Видишь, наши сотрудники говорят У нас не только плохое Да Ну я не слышала Я шучу Не, Настя, молодец Я тоже люблю Настю Так, Юль Вы такое ощущение Будто бы написали свой текст Когда пришли Вы так четко рассказали Цель, задачи Да, да Вот даже задавать ничего не надо Все понятно Очень, ну круто Скажите, пожалуйста Ваши клиенты Где в основном живут? По всему миру На самом деле В основном До того, как я запустила рекламу То есть это была Россия Казахстан Америка Дубай был Несколько раз И вот сейчас Когда я запустила рекламу В основном Киев В Украине Странно Нет, не странно Потому что именно клики Подешевле в Киеве В Украине Чем в Москве В Москве Что-то там космическое Просто я видел, что у вас сайт В зоне Ру А прайсы у вас одинаковые Для России И для Украины? Да, на самом деле Да Ну там для России Чуть-чуть Совсем дороже Сайт у меня Именно Ру Потому что Был свободен Этот домен И я подумала Это очень классно Запоминающе И просто То есть Поэтому Но там он еще будет Переделываться Поэтому это Самый мой первый Такой сайт Не, ну вообще Все понятно Мне знаете, что на сайте На вашем не хватило Мне не хватило На сайте вас Я вот сейчас Заказала фотосессию То есть я хочу сделать Потому что вы пишете Ну люди В принципе любят Как бы Ну кому-то С конкретным человеком Вести диалог А не с какой-то студией Да А вы так Ну вы классная А вы под как Ну типа какая-то студия В которой непонятно Да, с кем общаться Я еще пока что одна Но я вот точно хочу Сделать в студию Так это отлично В этом нет еще плохого То есть вы в общем Пришли сделать кому-то Из наших героев Классный брендинг Да Супер Ну вот с этим вообще Не проблема Мы быстро найдем Кому сделать брендинг Классный брендинг Да И теперь я думаю У нас проблема другая Сделать так Чтобы наш герой Был достоин этого брендинга Да Вот И вообще той команды Блин Которая у нас собирается Повторяю еще Один раз Не приходите участники Не надо Мы себе сделаем брендинг Мы с командой Как-то разберемся сами Отработаем В конце концов Правильно? Да Мы людей подорвали Мы в ответственности Юля У нас нет к вам вопросов Вы прекрасные Вы подготовились Вы все о себе чудно рассказали Я думаю Что мы обязательно Сто процентов Вас заберем в команду В свою Юль Спасибо большое Настя Тебе тоже спасибо большое За то что говоришь о нас Вот Я думаю что до скорой встречи Все с вами более чем понятно Спасибо вам большое Я буду очень рада Все Спасибо Юль До встречи Ну что Слушай Просто я Я сам хочу стать участником шоу И иметь такую команду Возьмите меня в шоу Потому что это хорошее А какая один Вот на собеседование люди приходят А куда я пришел? Все скуки Не знают Ни кто ты Ни что ты Ни чем ты занимаешься Я Садится вот так Говорит Расскажите мне подробнее Чего ты Расскажите подробнее Я не помню А вот ты говоришь Ну расскажите Чем вы можете быть полезны Я говорю А простите Как называется ваша компания То я не помню Я просто резюме Во многие Везде разные И ты думаешь Такой дебил К тебе пришел Тут приходят Смотри Подготовилась Человек приходит Чтобы по факту Делать работу Ну как бы Без физических денег Да За другие вещи И он готовится Чтобы себя презентовать У человека есть сайт Есть работа Есть клиенты У него все есть Но он подготовился Он хочет В очередной раз Я понимаю Какие классные люди нас смотрят И какие здоровские сотрудники У нас работают Что они Во-первых Имеют нормальных друзей Во-вторых Они рекомендуют Смотри какие этикеточки Она красивые делает Она умница Это видно даже Уже потому Как она излагает мысли Видно Что она не будет заниматься Мозгоебством У нее в голове Все очень четко Да У нее нет бардака Даже то Чем хочу заниматься Нравятся мимишки Ну По крайней мере Ну я вообще не знаю Ну я не это Все вот Красавица Знает что хочет Знает 24 года Да Мне она очень понравилась Мне тоже Продакшн Постпродакшн Работа со звуком Запись Сведение Работа с видео Съемка Монтаж Наконец-то Наше галимое видео Станет приличным Юрий Это вы пишите нам Такие комментарии Галимое видео Все плохо Абсолютно нет Я вообще не пишу комментарии Так Я сразу начинаю с цели Цель научиться верить в свои силы Воплотить мечту Продюсерское агентство Есть некая Как бы Знаете Затык какой-то Что ли Можно так сказать В плане того Что Вроде как бы И все должно складываться Есть ресурс Есть творческий ресурс Там Ну в общем Почти все для этого Есть чтобы сделать Вот полноценный Вот бизнес А вот Не хватает чего-то Мне вот в голове Не хватает чего-то Мне надо вот какой-то Не знаю Видимо толчок Видимо какой-то там В баблишка Все не превращается Ну пока Да Не очень В общем Что-то должно Вас перещелкнуть И вы хотите Чтобы у вас Все-таки был нормальный Бизнес Агентство Вы делали то Что вам нравится И это приносило Достаточное количество денег Да Конечно Смотрите У вас есть видео Есть фото Есть артисты Ну я так понимаю С введением Запись звука Вы делали Да У меня есть ресурс В плане У меня есть люди Которые Молодые артисты Которые Очень круто поют Есть ресурс В плане Технический Я могу делать Звук И так далее Есть творческий ресурс Это значит Я могу Придумывать И я Там слежу За трендом И так далее Вот И это все Кучу бы мне Собрать Короче говоря И сделать Какой-то Вот Смотрите У меня У меня родилась идея Сейчас Смотрите Мы каждый раз Когда Монтируем видео Все время У нас проблема С музыкой Мы ищем музыку И часто попадаем На какую-то там Лицензионную музыку Из-за чего наши ролики Потом там На ютубе Там С ними проблемы Возникают А может быть Какую-то Фирменную музыку Сделать Для нашего шоу Ну вот Есть ресурс Артисты Запись Звука Могут люди Сделать И допустим Для шоу Сделали бы Классно Это самая лучшая Реклама Мне кажется Сделать Фирменные Такие Ну какие-то Звуки Фирменные Треки Да Именно Которые В шоу Зазвучали От выпуска К выпуску Да Вот Как бы Такие фирменные То есть Чтобы шоу Узнавали Не только По нам С тобой А еще По этим Вот По этим Вот Вещам У меня Мне прям Сразу Хочется Вас начать Коучить Давай Вопросы Вот я Не понимаю Вот вы мне Сказали Есть столько Всего Есть голова Вам самому Чем нравится Заниматься Потому что Сейчас Потому что Написано Вы человек Оркестр Ну типа Да Я могу У меня Технический Склад Ума Я могу Заниматься Всем Что касается Технического Технической части У меня Проблемы С менеджментом Вот И Проблемы С организацией Этого Менеджмента В общем Ну Грубо говоря Я понимаю Что Менеджмент Это очень важная Составляющая И Я хочу Как-то Вот Это организовать И прийти к этому Вот Ну чтобы Продавать Все что я могу Мне кажется Главная проблема Это в том Что Вы очень много Всего Предлагаете Ну вот Я сейчас Я тоже Сам Это Главная проблема Я на вашем сайте Не понимаю Что вы продаете Вот То есть Непонятно Вот Вы Как бы Все И как бы Ничего В результате То есть Мне кажется Что здесь Ключевым фактором Ну для начала Очень важно Составить Организационную Структуру Ну понять Что делаю я Где моя компетенция Что делают Другие люди Каким образом Я с этим связан И выбрать Все лишнее Потому что Сейчас вы как бы Говорите Что я могу Все Я вам верю Но Очень сложно Продавать Все В формате Ну как бы Себя Одного Вот это непонятно Себя одного Да Опять же Еще Подходим К еще одной Как бы Такому Еще одному Затык Это Сложно Делегировать Свои полномочия Мне Ну и то есть Доверить кому-то Свои полномочия Ну это Опять же Это Короче Надо через это Переступить Просто через Затык Скажем так Да Вот Я это понимаю Что Такая Правильно Было бы Сделать Но Вас тут конечно Самого Нужно лечить Ваш бизнес Я имею ввиду Вот То есть Потому что Сейчас у вас Вы как бы Пришли Со своим Бизнесом Да Но в этом Бизнесе Вы главный Актер Ну как вот Я сейчас Понимаю Ну так Если все Абстрагировать Да И как бы Вы и на трубе И на дуде И А все равно Если это Оркестр То это Должны быть Разные Инструменты А если Нет То надо Тогда Выбрать Любимый Инструмент На котором Вы можете Круче всего Делать И как бы На нем Сконцентрироваться То есть Ну это Мое такое Видение Потому что я Сейчас до конца Не понимаю Я тоже А ваш Какой главный Навык Звукозапись Звукозапись И работа Со звуком А вы У вас На чьей-то студии Как это происходит На моей У вас есть студия Дома Что это Ну У меня есть Помещение В котором я могу Записывать людей Ну накопление Материала А занимаюсь Я дома На флешку скинул Пришел На компьютер А вот это Помещение Это что Ну и просто Студия Это достаточно Дорогостоящая История Они бывают Разных уровней Там есть комната Которая оборудована То есть Это ваша Или вы ее Арендуете Что это Скажем так Я работаю По бартеру Ну То есть Это не ваша Но вы там работаете Все Я просто пытаюсь Вот эти все вещи Ну Да Я там работаю Ну И если даже не там То я могу Спокойно записывать Где угодно Пришел на любую студию Как знаете На фотостудию Все Я поняла Вы Арендовал там Время Основной ваш навык Это именно То что вы Постобработка Да Звукорежиссер Но это Серьезный навык Постобработка Это Да Это не основной навык То есть Это все Что со звуком Ну Полностью И накопление Его Это все И накопление Тоже Без проблем Что бы вы Что бы вы Хотели Делать У нас Да Это же Не знаю Что Что надо Смотря Что надо Все Скажете Копать Да Буду Копать Я хочу Выйти из Зоны комфорта Будет команда Которая Какому-то Нашему герою Помогает Чтобы Какая для вас Идеальная роль В этой команде Работать Со звуком В любом случае Вот видите Мы все-таки Пошли Мы нашли Твердая Твердая У вас написано И работа Ну про звук Много написано Но и работа С видео Съемка Монтаж Спецэффект Цветокоррекция Фотосъемка Цветокоррекция Все я умею делать Я Вот точно так же Как ваш Оператор Я не умею Ну В общем То есть В аппаратуре Разбираюсь В общем Понимаю Все эти принципы И уже Работаю Ясно Окей Хорошо Ну мне Все понятно Все понятно Спасибо большое То есть Если мы вас позовем В какую-то В команду То вы придете И будете Выходить из зоны комфорта Да Готовы Плеть мне брать На встречу с вами Да Вы любите Когда вас Порят женщины Я вижу вашу фотографию Да Правильно Правильно Все Спасибо Да Спасибо 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 До встречи До свидания Слушайте Ну Вот Человек Оркестр Из той категории Которая очень много О себе пишет Ну Его реально Как бы Ну Хотелось бы Полечить Потому что Он много умеет Он не предприниматель По мозгам Вот И Он У него Написаны Его цели Это Продюсерское агентство Да То есть Ему бы Очень хотелось Вот это все Реализовать в деньги Но его Конечно Типичный технарь Человек Человек Который Классно Что-то Может Делать Да Замечательно Но здесь Может Может быть И партнер Который Не технарь Который Будет Бизнесом Заниматься Или что-то Но для него Это все равно Как бы Большой шаг Для него Большой шаг Да Я тоже Я когда Сначала его увидела Он так уверенно Держится А потом К концу разговора Я поняла Что реально Ему Ну для него Это Сегодня Событие Ну то есть Он себя Преодолел И мне кстати Приятно Что мужчины Заметьте Мне кажется Они ко мне Реально уже Начинают приходить За той самой поркой Посмотри Как много мужчин идет У нас есть девочки Которые не пришли Сегодня на кастинг А мальчики Все которые Запланированы Все приходят Мы не будем Делать выводы Из-за этого Мне все-таки Нравятся женщины Более нежные И ласковые Чем те Которые делают Порку Хорошо Ребят Кому нужна Порка Я Абсолютно Свободна Сегодня Я пришла На это шоу Чтобы побыть В нем Экспертом Занимаюсь Бренд-маркетингом Уже более 5 лет Любому из участников Я могу помочь Знаниями Бренд-маркетинга Настроить Маркетинговую часть Его бизнеса Помочь Извязать классный Продающий бренд И настроить Интернет-рекламу Здравствуйте Здравствуйте Это были самые первые соревнования В моей жизни По гимнастике Вы какого бы хотели У нас шоу Видеть клиента Которому вы будете Помогать Открытого Инновационного Вообще Я себе Выбрала Такую Узкую нишу Это Хорико Ритейл И МСГ Мне было бы интересно Пробоить Хорико Ритейл Например Продукты питания Химия Пытаюсь понять Вы работаете В компании Сами на себя Что это у вас Компания Как это выглядит Сами на себя Есть Небольшой штат Сотрудников На аутсорсе Сколько времени Вы занимаетесь Конкретно На себя Где-то Года 4 Но раньше Я специализировалась Больше на дизайне На графическом дизайне А потом уже Перешла В бренд-маркетинг Почему у вас На Блинте Перепост Олеса Тимофеева Вы его любите? Классный пост Просто А вы Сами как продаетесь? Я хотела сказать Бля Когда я научусь писать Когда я научусь писать Хорошие посты Все Ухожу И телефон тоже Можно я разобью Это будет эффектно И будет повод Еще Не знаю Где новый Он еще не вышел Окей ладно Ждем Не Ну я видел На Вилса Распаковку Я могу по люстре Попасть Она новая Потом брошу А как вы продаетесь? Я вот По вашей ленте Особо не вижу Где вы Находите клиентов? Ну там есть Посты Специалисты То есть вы сами можете Создавать логотипы Какой-то дизайн Фирменный Я не рисую Я не рисую Вы же говорите Готографический дизайнер Ну я Я управленец Вот я могу Это все красиво Упаковать в презентацию Да Да Рассказать об этом Но конкретно рисует Человек Как бы в штате А какие у вас есть Какие-то кейсы Которые Можно посмотреть Или которыми вы гордитесь И можно посмотреть Ну есть Один на странице В фейсбуке Если вы зайдете На мою страничку Там есть На вашей странице Я нахожусь Да Там у меня в работе Брендли компания Вот это моя компания Которую сейчас я продвигаю Там выложила Буквально недавно Первый кейс У вас клиенты В основном где? Где вы Ну в каких городах Живут? В странах Сейчас все поместы В Белой церкви Вот за счет работы Да Я параллельно Работаю в школе Малого и среднего Предпринимательства Это проект Василия Ахмельницкого Кефанда Вот И там Предприниматели Обучаются В принципе Я там С ними знакомлюсь Там себя продаю Ну посредством Общения Пока что Пока сайт Подготовки То есть Есть какая-то В Белой церкви Школа предпринимателей Ну она в Киеве А она в Киеве Да Но Белой церкви Какой-то филиндр Вы в этих школах Как вы находитесь А клиентов Да Туда приходят предприниматели Учиться И вот мы с ними Знакомимся Ну вот пока так А вы Все-таки Я чтобы до конца Понимать Смотрите Вот вы в команду попадаете К человеку К какому-то Которому Что вы ему сделаете Вы ему сделаете Логотип Фирменный стиль Брендинг Там Слоганы Рекламные ролики Что Вот все что ему нужно Все что нужно Да Да С самого нуля Вот мы пропишем Стратегию полностью Мы посмотрим Кто целевая аудитория Как продвигать Этот будущий бренд Не боитесь Ну вот эту Всю вот эту работу Делать в прямом эфире И все увидят Как вы это делаете Я о том Что понимаете Или все увидят Что вы делаете Классно Или все увидят Что вы делаете Ну там Может быть не классно Я в этом плане Не боитесь Делаем мы классно Я Может быть Немножко боюсь Но в другом В том что Вот Как я буду говорить Что может быть Я буду говорить Неинтересно Поэтому Никого не заинтересует Главное Что круто делаем Но работа, да, работа, я думаю, что все будет. На самом деле, мне кажется, все равно, кто как говорит. Важно, кто как делает в данном случае. Первый взгляд. Возьмешь с собой на курсы телеведущих, Елена. Звезда телевидения, будущее. Значит, это должен быть FMCG. FMCG. Слушай, мы даже со словом. Я выучил это. Будем искать FMCG. Героя, правильно? Или Холику. Или Холика. Или Литей. С этим, я думаю, что проблем не будет. Вопрос только в одном. Насколько хорошо вы это сделаете, и какой пиар вы получите для себя? Классно, что к вам выстроится очередь, или пиар, который принесет вам моральный, как это называется? Да, нанесет вам урон такой. Ну, здесь и тут, да. Вы готовы к этому? Вы понимаете, приходят участники даже в наше бизнес-шоу, да, как бы за одним, а вскрываются совершенно другие боли, потому что все равно камера, публичность и возможность… Ничего не скроешь. Ничего не скроешь. Вы видите, люди пишут комментарии, люди очень четко вскрывают всех, кто приходит, что меня поражает даже порой. Вот, и это единственный момент, потому что с этой стороны, с той, которую мы вас сейчас видим, как бы все классно. Вашу профессиональную часть мы увидим только в процессе. У меня нет вопросов, мне все понятно. Осталось только найти подходящего FMCG Хорику. Все, вы все поумничали. Все слова, все слова выучили. Спасибо большое, что приехали к нам из Белой Церкви, не поленились поднять свою красивую попу. Она от этого станет еще более упругой. Ну, правда ведь? Да. Вот, и это правда. Вот, я думаю, что однозначно мы с вами встретимся, и будет интересно посмотреть, как вы проявите себя в том числе. Вот, и как это сможет помочь нашему герою. Потому что, в принципе, повторюсь, то, что вы говорите, очень классно. Ну, очень правильно. То, как это будет на деле, мы, я думаю, обязательно увидим. Я надеюсь, что это будет не менее классно. Yes? Спасибо. Все, спасибо большое. До встречи. До встречи. До свидания. До свидания. Это была последняя на сегодня участница, кто смог доехать к нам. Так и заряжают они. Уже, да. Так, слушай, я тоже как бодренько себя чувствуешь. Вообще офигенно. Я тоже. Во-первых, предлагаю поднять бокал. Нам заплатили за два раза. Зынь. Макдональдс, богатая компания, может себе позволить рекламу у нас. Девочка хорошая. По крайней мере, приехала. Вот у меня вообще вот эти вот моменты того, что люди что-то делают для того, чтобы получить какой-то результат, это уже круто. А мне нравится, что она тоже горящая. Она тоже, она такая, а мне там сколько, 26 или 24, я уже не помню, 26 лет. Я хочу, я вот это классно. У меня, знаешь, иногда реально бывает такое состояние, ощущение, что людям вообще ничего никому не надо. Особенно, когда ты хочешь что-то купить у кого-то, там пишешь, звонишь в компанию. И такая тишина. И думаешь, вообще народ охренел. Классно, что мы увидели сегодня людей. Слушай, и оказывается, не только в Киеве живут классные люди. Да, и не только в Киеве. Я думаю, что команду мы однозначно сможем подобрать. Я думаю, что мы в процессе... Не одну, мы три команды можем... Да, в процессе у нас есть еще люди, которых мы... Ну, они не смогли, да, на сегодняшний день. Я думаю, что мы будем в процессе еще отсматривать людей. Сейчас больше всего меня интересуют участники. Потому что сейчас к такой команде нужны еще крутые, горящие участники. Потому что если мы к участнику, который ни рыба, ни мясо, дадим такую команду, то как бы мы всей команде сделаем фул. Я предлагаю на сегодня нам закончить, все это обдумать. У нас уже будет на днях встреча с нашим первым участником, который уже им стал. И я думаю, что после нее нам надо будет уже... Я ей завидую. Я тоже. После нее мы уже займемся подбором команды тех людей, которые будут с ней первые участвовать. Да. Давайте отдыхать. Давайте. Ребят, у меня к вам всем большая просьба. Напишите, пожалуйста, под этим видео комментарии о тех участниках, которые вам наиболее понравились. Напишите вообще свое видение, свое мнение. Может быть, какие-то рекомендации людям, потому что сегодня некоторые нуждались в рекомендациях личностного характера. Пожалуйста, будьте активны. Не забывайте, что мы разыгрываем подарки для всех комментирующих людей. Мы хотим заставить вас проснуться, потому что это шоу не только для участников, которым мы помогаем, не только для команды, но и для вас. Мы хотим, чтобы вы на примере, реальном примере, у нас нету никаких сценариев, чтобы вы видели, как делается бизнес, чтобы вы видели, как загораются люди, их глаза, как меняются жизни. Вы все можете изменить, в какой бы жопе вы сегодня не находились. Ну, фигачить и херачить никто не отменял. Так что, сворачиваемся, поехали! Ну что, друзья, наконец-то закончились наши кастинги. Хотя, почему наконец-то, сказать по правде, мне понравилось. Было круто с вами знакомиться. Интересно очень и во многих случаях даже приятно. Но, собственно, нам нужно двигаться дальше. Уже сейчас, как гости из будущего, которые знают, что будет там впереди, поскольку мы уже отсняли несколько программ «Вперед», могу вам сказать, что, во-первых, мы сформировали уже первых две команды из тех людей, которые к нам приходили, которые будут помогать сейчас нашим новым участникам. Во-вторых, новые участники у нас активно подгребают, и несмотря на то, что, возможно, вы еще не заполнили анкету, потому что боитесь, потому что вам дорого, потому что, потому что, потому, другие люди уже это сделали. И я могу вам сказать, что у нас есть уже четыре участника с достаточно интересных ниш. Во-первых, у нас зайдет молодой дизайнер одежды, которому мы будем помогать продвигаться, в общем-то, и вообще изучать эту нишу. Во-вторых, у нас есть участница, с которой вы, кстати, познакомитесь уже в следующем выпуске, Светлана, которая занимается ювелиркой и открывает свой ювелирный, не знаю, наверное, точку, вот магазин. А затем у нас есть участница Ольга, которая будет у нас, в общем-то, не пробовать себя, а продвигать, и уже мы будем выстраивать ей онлайн-обучение. Она занимается английским языком, тоже очень интересная девушка. И у нас есть самая настоящая чемпионка, художественная гимнастка, с которой мы будем запускать онлайн-школу. Так что это уже то, что, в общем-то, у нас есть, и в скором времени вы познакомитесь с ними. Но, конечно же, новые участники продолжают бросать нам анкеты, мы продолжаем общаться, и я думаю, что этот сезон будет мега и мега горячим. Ну и теперь у меня к вам главный вопрос. Как вы знаете, в этом сезоне вот все те люди, которые проходили кастинг, будут становиться членами команды, команды наших предпринимателей, которые приходят в это шоу платно для того, чтобы иметь больше мотивации и вообще понимания того, что они пришли сюда работать ради своего бизнеса. И главный вопрос, который встает, как нам сделать так, чтобы теперь вот эти команды, вот эти вот люди замечательные, которых мы вот будем здесь отбирать, чтобы они отнеслись к делу серьезно. Ведь они сюда приходят бесплатно по факту сделать какую-то работу, хотят получить пиар, хотят получить клиентов. Но, как известно, и мы помним это с вами с первого сезона шоу, где сами участники приходили бесплатно и в результате сливались, потому что не могли пережить либо критику, либо задания, либо то, что все оказывалось не так, как им казалось, им не хотелось во всем этом, хотелось куда-то, знаете, спрятаться, потому что в данном случае все получают публичность. Публичность, которая может сделать как рекламу, так и напугать, и создать антирекламу. Поэтому я прошу вас написать и действительно помочь в этом, потому что у меня пока нет решения, каким образом мы можем сделать так, чтобы члены команды, которые теперь у нас будут, относились к делу серьезно. Что мы можем сделать для того, чтобы мы были плюс-минус уверены, что они не сольются и не подставят наших участников, которые, кстати, играют на свои же деньги, для которых это не просто съемка, для которых это их жизнь, их бизнес, и они пришли сюда с целью получить больше клиентов, выстроить свой бизнес, увеличить продажи. В общем, все, как в настоящем бизнесе, потому что это и есть настоящий бизнес. Обязательно напишите. И те люди или тот человек, который напишет действительно то, что у нас, вот мы скажем, да, классно, это крутая идея, я обязательно подарю вам отдельный личный подарок от себя, обязательно о вас расскажу, потому что крутые такие мысли, они действительно нам сегодня нужны. Ну и, естественно, мне очень интересно, что вы думаете о сегодняшних наших участниках, не поленитесь написать свой комментарий, хотя бы для того, чтобы получить возможность выиграть мою книгу «Ермилова зажигалка», второй тираж уже на подходе, совсем скоро будет, ну или вообще просто ведь приятно, в конце концов, написать о том, что ты посмотрела, высказать свое мнение, может быть, дать какие-то рекомендации ребятам, что тоже будет крайне полезно. В общем-то, наверное, я все сказала, кроме того, что не забывайте, если вы до сих пор каким-то образом не подписаны на наш канал, сделайте это, потому что дальше будет только интереснее. И, пожалуйста, не ленитесь, вас так много, вы нас смотрите, но поставьте нам лайк, а то как-то говорят, Оля, ну несерьезно, почему так, почему так мало людей лайкают, почему так мало людей проявляются. Ребята, я не знаю, почему так мало, но я понимаю, что не всем хочется что-то писать, я и сама не особо люблю, но каким-то образом там лайкнуть и сказать, ребят, молодцы, продолжайте, нам это нужно, я думаю, вы можете это сделать. И нам с Сергеем как минимум будет это приятно. Все, заканчиваю болтать, потому что нужно срочно заливать этот выпуск, чтобы вы его увидели прямо сегодня. Ну и пошла работать, до скорой встречи, дальше будет очень интересно. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok